День открытых дверей в архивах страны позволит школьникам ознакомиться с богатым материалом, хранящимся в них почти 100 лет. Большая научно-познавательная экскурсия была организована в стенах областного архива для учащихся Назарбаев интеллектуальной школы и школы-интерната для одаренных детей номер 11 имени Сакена Сейфулина. Какие документы хранятся в государственном архиве региона и по каким вопросам обращаются сюда граждане, узнал наш корреспондент. Архивы всегда доступны для обращения граждан, но так широко его двери распахнуты только в особые дни. Общереспубликанская акция приурочена к году детей. В ее рамках школьники могут узнать больше об истории родного края, о выдающихся личностях, которые здесь проживали. В 2023 году исполняется 100 лет с момента основания архива в Казахстане. Его фонд не просто бумаги, это огромный пласт истории, который изучается специалистами разных сфер, учеными, говорит руководитель государственного архива региона. Порядка 700 тысяч единиц хранения. Документы у нас очень древние, исторические. Самые ранние документы у нас с 1868 года находятся. Это в основном метрические книги наших мечетей, церквей. А потом далее идет уже с 1923 года, это период Советского Союза. Хранятся документы разных отраслей развития сельского хозяйства, здравоохранения, образования. Для школьников подготовили интересную экспозицию об истории родного края, о людях, которые здесь проживали в разные периоды и внесли свой уникальный вклад в его развитие. Я пришла с учениками 9-11 классов. Благодаря архивам мы можем узнать историю своих предков. Я думаю, дети возьмут отсюда много важной информации. Для тех, кто учится по гуманитарному направлению, это очень нужно. Мы посмотрели хранилище, дети довольны, с интересом все рассматривали. Я сама работаю архивариусом в школе и постоянно сотрудничаю с государственным архивом. В моем архиве хранится вся школьная информация с 1995 года. До этого периода документы хранятся здесь. Сегодня вместе со школьниками я получила дополнительную информацию. Если день открытых дверей для архивов редкость, то обращения от граждан здесь получают постоянно. В день может быть принято от 50 до 80 заявок. Среди них сведения о наследстве, трудовом стаже, выдаче земельных участков. Наиболее интересное направление сейчас – это воссоздание своего генеалогического древа. Работает сайт Западно-Казахстанской области. Есть единственный у нас в республике электронный читальный зал, где могут работать в онлайн-режиме граждане других областей, то есть не приезжая к нам. И от них очень-очень много хороших отзывов. Таких исследователей у нас на данный момент около 500 работают. 500 исследователей работают в онлайн-режиме. То есть в электронном формате они получают наши оцифрованные уже дела. Через год Государственный архив Западно-Казахстанской области отметит свое столетие. К этой дате также будут подготовлены интересные и познавательные мероприятия. Екатерина Шмидт, Алгат Мурат Баев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.